Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius. Сегодня у нас немного необычный выпуск. Я хотел бы сделать обзор сегодня на классический парфюм Jacques Bogart Bogart, тот самый Bogart с пером, и чуть-чуть пофилософствовать на тему парфюмерного этикета, на тему стиля, а также обсудить с вами еще ряд околопарфюмерных вопросов. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного, поэтому заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Итак, Jacques Bogart это классический уже парфюм, в представлениях не нуждается для тех, кто уже давно увлекается парфюмерией, не знаком, парфюм этот был выпущен в далеком 1975 году, мне этот парфюм очень близок и дорог, и с годами он стал еще более близок и еще более дорог, и чем больше я погружаюсь в мир парфюмерии, чем больше опыта я приобретаю в этой сфере, то тем дороже становится этот парфюм. Вот этот флакон я купил где-то лет 10 назад, то есть это не последний батч, насколько я наслышан, что последние выпуски уже не обладают теми техническими параметрами, которые были раньше. Я хотел бы поговорить не столько о вот этом парфюме, его истории, а о том, как вообще обстоят дела в современной парфюмерии через призму классики. Многие называют этот парфюм старперским, ретро, дедовским, мужицким, но в принципе, зная так в целом весь наш парфблогерский сегмент российский, в принципе, я не удивлен, потому что в основном это люди, которые инвестициям, допустим, в классический костюм или хорошо сшитый на заказ классический костюм явно предпочтут инвестиции в какие-нибудь, я не знаю, модные кроссовки от Канни Уэста или какой-нибудь брендовый костюм Баленсага. Я не осуждаю ни в коем случае, потому что это как бы все абсолютно предсказуемо, но вместе с тем, это тесно коррелирует с такими понятиями, как стиль, вкус. И, допустим, если я сижу перед вами в шляпе, вот в этом образе, да, в котелке с бабочкой, это не значит, что я в этой же шляпе езжу кататься на лыжах зимой или хожу в магазин за хлебом. В принципе, так и с парфюмерией, один в один. Я вот недавно прочитал статью интересную, публикацию научную. Английский культуролог, ученый изучали роль ароматов в современном искусстве и очень глубоко копнули вглубь веков. И там привозятся цитаты тоже из разных научных источников, что традиционно ароматы в языческом обществе, а также в Римской империи, в Древней Греции, использовались как инструмент классовой сегрегации. То есть ароматами пользовались только знатные люди, знать, а плебсы, рабы доступа к этому не имели. Соответственно, пользоваться духами считалось привилегией и показателем высокого социального статуса. И, к сожалению, вот эти вот римские и также языческие нравы, они у нас до сих пор, до наших дней сохранились. И в парфюмерной сфере это, наверное, доминирующее представление о том, какими должны быть духи. То есть если мы сделаем срез такой среднестатистический по всем нашим партблогерам современным, то самые главные критерии хорошего парфюма – это их дороговизна. То есть это должно стоить максимально дорого. То есть каждый второй блогер топит за амуаж, за всякие там бодичи, за викториус. То есть к недорогим ароматам, к дешевым ароматам считается подходить даже зазорно. И я это регулярно наблюдаю не только от блогеров, но и от обычных парфюмбителей, когда начинается вот это вот соревнование социалистическое. У кого амуаж, амуажник, когда там какой-нибудь блогер кидает клич. У меня вот там сегодня парфюм за 500 евро, а у вас что? И начинается вот эта вот пенисометрия, у кого длиннее, толще. А у меня вот сегодня амуаж, а у меня вот сегодня за 1000 баксов там раритет. И среди них люди, даже некоторые стесняются. А вот у меня богард, у меня богард, извините меня. Вот я такой лошара, у меня богард. Сильно, в меня не кидайте тапками. В общем, доминирует вот это вот языческое представление. Но если брать вот слово духи, корень в нем дух. И совсем не обязательно духами пользоваться ради того, чтобы как-то возвыситься, привлечь самок и собрать кучу комплиментов. У духов есть и другое назначение. То есть это полноценный элемент стиля. И, конечно, когда, допустим, молодой человек идет в каких-нибудь красочах изи и костюме боленцага, он выглядит модно и круто. Но когда этот же человек молодой идет, допустим, в Мариинский театр, в этом же прикиде, то это уже не круто. Потому что не принято так ходить в театр. Человек, который пойдет в театр в таком одеянии, он, первое, будет не принят обществом, и ему будет самому там некомфортно. Он будет себя чувствовать не в своей тарелке среди костюмов классических, там, смокингов, там, бабочек, галстуков и так далее. Вот так и с парфюмерией. И когда называют классические парфюмы старперскими, то это как минимум лукавство. И лукавство даже об этом я еще, про лукавство я еще расскажу. Итак, вот этот парфюм выпуска 75-го года. Пирамида у него достаточно типичная. Это типичный классический фужер. Верхние ноты это розмарин, цветок лимона, апельсин, желтый мандарин. Средние ноты мускатный орех, герань, гвоздика, можжевельник, лаванда, кедр. И базовые ноты дубовый мох, береза и кожа. То есть это классический фужер. Парфюм этот всегда мне нравился. Даже когда я не разбирался абсолютно в парфюмерии, а парфюм этот продавали едва ли не в каждом ларьке, там на рынке можно было бы подойти и купить там вот Богарт с пером, One Man Show. Стоил он там в свое время там рублей там 800. И уже с ранних лет, с начала моего увлечения парфюмерии, этот парфюм меня, вот я сколько себя помню, он меня всегда как магнитом манил. Но с ростом моего парфюмерного опыта, я в процессе перепробовал практически всю классику парфюмерную. Я имею в виду, у меня и на канале есть много обзоров, я имею в виду такие культовые парфюмы, как и в Сен-Лоран, Курос, как самый первый, Пака Рабан, Пур Ом в зеленом флаконе, Антонио Пуик, Кворум, Биджан, Фомен, про Фаренгейт я уж не говорю, разные там Шанель Антеус, ну то есть Тед Лапидус, вот практически все, все вот культовые парфюмы того времени. И я пришел для себя к удивительному открытию, что вот среди всей этой классики, вот этот вот парфюм, он до сих пор лично для меня number one, потому что это вот идеальное, на мой взгляд, сочетание цитрусовой свежести, вот этих вот классических нот мужских, это герань, можжевельник, лаванда, мох, кожа, кожаная база, никакой сладости, вот как допустим в ранних, вот в первом самом Пака Рабан, Пур Ом, никаких вот этих вот животных нот в виде цибетина или там касториума, как вот эти все фурио, да, или и в Сен-Лоран, Курос, нету такой мешанины, допустим, как в Биджане, особенно вот последние новоделы, ну в общем, для меня вот он до сих пор остается эталоном, эталоном мужского классического парфюма, красивые цитрусы, кожа намшистая древесная база в виде березки, розмаринчик, герань, ну то есть вот такого идеального замеса, тот же допустим Роберт Пеже, да, классический тоже парфюм-бандит, вот тоже по сравнению с ним, вот больше мне он нравится. И самым, наверное, для меня было таким откровением, я как-то делал обзор, попытка сделать классику на современный лад, делал обзор на Клайв Кристиан парфюм 1872 Фомен, тоже зеленый флакон с короной, пафосный такой парфюмчик, Клайв Кристиан же Британия, делал его Гезошон, и вот я его перед обзором разнашивал несколько дней, и у меня вот просто рука потянулась сравнить его вот нос в нос, что называется, с Богортом, и когда я его сравнил, я, честно говоря, был в шоке. На тот момент, я не знаю, сколько сейчас, в наших вот этих вот сетевых магазинах, этот Клайв Кристиан 1872 стоил в районе 40 тысяч за 50 миллилитров, Богорт в то время стоил меньше двух тысяч. Так вот, Богорт, вот по всем статьям был его лучше, это не вкусовщина и не какие-то там субъективные вот эти вот привязанности, когда вот импринтинг, когда вот то, что нам с молоду, с детства близко, то мы всю жизнь как бы и любим. Нет, это абсолютно осознанное сравнение без каких-либо вот этих вот привязанностей. Объективно лучше, он более интересный, объемный, сложный, у него полноценные стадии раскрытия, у него шикарные технические параметры, то есть он, что называется, от заката до рассвета, и это прям воплощение мужественности, и вот это был бы, наверное, идеальный одеколон для Марлона Брандо, вот из «Крестного отца», или там, допустим, Рай Файнс, да, из вот этого Уэс Андерсон, это фильм его, «Гранд-отель Будапешт». То есть идеальный спутник для классического стиля, классический костюм смокинг, пойти в театр там, на балет, на светский раут, ну, наверное, лучший вариант и не придумаешь. И опять же, вот, я вам обещал рассказать по поводу лукавства, когда говорят старперский, немодный, ретро. Парфблогеры-то лукавят, ребят, лукавят, и еще как, я бы даже сказал, просто нагло врут, потому что, когда, допустим, какой-нибудь парфблогер говорит, что это старперский или мужицкий, он тут же может рядом, допустим, петь хвалебные оды вот этому модному, современному Том Форд бью-де-жур, например. Хотя, по сути, это классический лавандовый фужер и брат, родной, прям близкий, родственник вот этого Богорта. Или, допустим, взять вот современные тоже фужеры того же Роберта Пеже, вот, допустим, классические вещи такие, как ноутс, у него есть ноты, фужер-ноты. Тоже более современное, но похожее звучание. И классика, она никуда не ушла из парфюмерии. Никто не называет старперским, допустим, того же Жак Золти, Тома Форда бью-де-жур. Никто не называет, просто сейчас вот мода пошла на Сарченеле, да, такой одиозный персонаж. Я вот готовлю обзор на данный момент, буквально все его парфюмы, что у него есть, все разнюхал. И, в принципе, пришел к выводу, что это, во-первых, чистой воды, постмодернизм, то есть, это не изобретение чего-то нового, это просто манипулирование некоторое, когда берется какой-нибудь классический, там, допустим, Ивсен Лоран Опиум или Гирлен Шалемар, и, как в Том Юпе, просто добавь воды, вот, в случае с Сарченеле, это просто добавь ладана. И многие вещи, допустим, там, Кванда Репида Ин Эстези, вот эти вот длиннющие его названия, ну, допустим, парфюм посвящен какой-нибудь оперной арии, какой-нибудь классической итальянской оперы. И вот берем среднестатистического Сарченеле, вот какой-нибудь там Ивсен Лоран Опиум, в который просто бухнули ладана, и звучит он, ну, абсолютно ретро. То есть, это конкретная такая бородатая, такая же, как и сам Сарченеле, классика, с такой длиннющей, длинной бородой. Но те же самые парфблогеры, которые, допустим, про это говорят, что это мужицкий и что это старперский, они просто, как говорится, с рукой на ширинке, закатывая глаза, рассказывают, какие они испытывают божественные откровения и преображения, и приобщения к святому духу, когда они пользуются парфюмами Филиппа Сарченеле. Хотя, вот, повторюсь, это, в принципе, та же самая классика примерно из тех лет, в которую просто ливанули ладана от души. Поэтому классика, она и есть классика. В оперу мы не ходим в спортивном костюме и в кроссовках, поэтому называть вот такие вещи с торперскими или мужицкими, это все-таки показатель небольшого ума, потому что понятие стиль в парфюмерии никто не отменял, так же, как и когда это касается одежды, гардероба, любых вещей. То есть то, что уместно, допустим, в качалке или на улице, где-нибудь там, на каком-нибудь там пикничке, то неуместно в Мариинском театре, в опере, на балете. И не стоит все парфюмы расценивать с точки зрения, вот чем дороже, тем лучше, сбор комплиментов и демонстрация своего высокого статуса, превосходство над другими. Суть парфюмерии все-таки гораздо шире. И есть вещи, которые могут стоить совсем недорого, но они будут уместны в определенной ситуации и абсолютно, что называется, в кассу, в отличие от каких-то там мега дорогих, роскошных вещей, которые, наоборот, будут ни к селу, ни к городу. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!